Столь большого количества конфликтов подобной интенсивности, как сейчас, не происходило целых 60 лет. Так выразился Кристоф Хойзген, глава Мюнхенской конференции по безопасности, презентуя доклад о ситуации в мире. Ежегодно его представляют накануне самой встречи. Нынешний документ называется «Проиграют все». И это не утверждение, а вопрос, на который пытаются найти ответ авторы. Они пишут, что международное сотрудничество стало малоэффективным, политическая неопределенность растет, а имперские амбиции России нивелируют любое видение кооперации в сфере безопасности в обозримом будущем. Сама конференция стартует в пятницу, 16 февраля. Это будет юбилейная 60-я встреча мировых лидеров по теме глобальной безопасности. Участие в ней примут генеральный секретарь НАТО и руководители главных институтов Европейского Союза. С американской стороны глава Госдепартамента, а от Китая глава Министерства иностранных дел. В то же время чиновников из России и Ирана на мероприятие не пригласили. По словам Кристофа Хойзгина, они не проявили в нем заинтересованности. А помимо того, президента страны-агрессора Путина в Германии ожидал бы арест. Хотя тема российской агрессии и ее последствий станет ключевой на конференции. По мнению Хойзгина, для начала переговоров о мире Украине нужны серьезные гарантии безопасности. Очень важно извлечь урок из минских договоренностей, из Будапештского меморандума. Должны быть гарантии безопасности, чтобы Путин снова, когда ему вздумается, не смог их проигнорировать. По моему мнению, лучшая гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. Обсуждать первые шаги для помощи Украине будут также участники украинского ланча, который пройдет в субботу. Участие в этой дискуссионной панели примут в частности президент Чехии, премьер-министры Бельгии, Эстонии и Дании. Это будет седьмая встреча такого формата на полях Мюнхенской конференции, посвященная ситуации в Украине и ее влиянию на глобальную безопасность.